Шановные лидеры Европы. Того, что так необходимо Украине. Необходимо абсолютно каждой стране, которые представлены здесь сегодня. Сейчас в этом заседании принимают участие представители всех существующих в Европе форматов сотрудничества на фундаменте наших общих ценностей. Здесь с нами и те, кто вошел в состав ЕС, и те, кто готовится присоединиться. Здесь с нами и те, кто входит в состав НАТО, и те, кто выстраивает сотрудничество с альянсом как страны-аспиранты или партнеры НАТО. Здесь с нами представители разных региональных объединений европейцев. И здесь с нами нет представителей России. Государство, которое географически вроде бы и относится к Европе, но с точки зрения своих ценностей и поведения является наиболее антиевропейским государством мира. Мы с вами сейчас в сильных условиях, чтобы направить всю возможную мощь Европы в завершение войны и гарантирование долгосрочного мира для Украины, Европы, мира. Украина никогда не хотела этой войны. Украина не делала ничего, чтобы ее спровоцировать. Украина всегда была лидером в мирном урегулировании. И все вы хорошо осведомлены о том, что всегда делала Украина, чтобы попытаться убедить Россию жить без войны. Многие из вас лично участвовали в этих попытках и помогали нам. Помогали нам в почти сотне раундов переговоров разного уровня, на которых России предлагался мир. Я благодарю каждого и каждую из вас за эти усилия. Но мы должны признать очевидное – мы вынуждены иметь дело с государством, которое не хочет мира, которое отвечает на все предложения настоящего мира ракетными ударами, провоцированием искусственных кризисов и глумлением. Россия всю свою политику подчинила только одной задаче, а именно ведению войны. Войны против Украины, против Европы, против мира. Дамы и господа, коллеги, мир необходим. Россия убивает. Убивает на поле боя в Украине, в наших мирных городах и на улицах ваших городов. Российские убийцы покушались на людей на территории разных стран Европы и устраивали диверсии в Европе. Против складов с оружием, против производства и теперь уже против газопроводов. Россия запугивает и шантажирует, чтобы мир перестал помогать тем, кого она убивает. Она использует и все, от продовольственного кризиса до радиационного шантажа, от дестабилизации энергорынков до ядерного шантажа. Все для того, чтобы сломить единство союзников и партнеров, чтобы запугать народы, чтобы заставить миллионы людей бояться и на основе этого страха уступать. Уступать прежде всего ценности. Наши с вами общие ценности свободы, демократии и право народов жить свободно. Россия пытается зафиксировать каждую опасность и каждое проявление нестабильности, которые уже создала. Вот именно для этого ей то, что она называет переговорами, именно так она воспринимает любые соглашения. Россия хочет перерисовать границы, чтобы снова разделить мир на зоны влияния, уничтожив наше общее пространство сотрудничества и развития. Россия коррумпирует. Коррумпирует миллиардами, которые зарабатывает на торговле энергоресурсами. Это российская формула войны. Убивать, запугивать, фиксировать угрозы свободным государствам и их потери, разрушать границы и коррумпировать. И каждый из этих элементов антиевропейские. Все они направлены против Европы. Украина это только первое поле боя, куда вышло это государство. И именно в Украине нужно его победить. Нужно реализовать нашу формулу мира. Я представил ее в своем выступлении перед Генассамблеей ООН. Нужно реализовать ее полностью. Пункты нашей формулы мира нейтрализуют все, что делает Россия, чтобы воевать. Первое. Наказать агрессора. Усилить санкции против России. Остановить любое сотрудничество с Россией и ее компаниями. Исключить ее из всех международных организаций. Или, по крайней мере, приостановить ее членство. Ее возможность искажать деятельность международных институций, прежде всего ООН. Россия делает Организацию Объединенных Наций собранием 192, которое просто вынуждено терпеть, пока одно государство лжет и глумится. И когда хочет этого, применяет право вето, чтобы заблокировать реальную возможность ООН возвращать мир. Конечно, для наказания агрессора нужны и специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины. И международный компенсационный механизм, который заставит Россию возместить нанесенный ею ущерб. Второе – это помощь Украине. Помогая нам, каждое из ваших государств помогает себе. Посмотрите на поле боя в Украине сейчас. Это такая интенсивная война, которую абсолютное большинство государств просто не смогло бы вести. Именно потому эту войну нужно выиграть сейчас, выиграть в Украине. Чтобы российский флот не мог заблокировать еще и другие порты на Черном, Средиземном или любом другом море. Чтобы российские танки не наступали на Варшаву или снова в Прагу. Чтобы российская артиллерия не била по странам Балтии. Чтобы российские ракеты не били по территории Финляндии или любой другой страны. Такая опасность существует. Такую угрозу мы каждый день уменьшаем, когда уничтожаем оккупантов в Украине. Третий пункт нашей формулы мира – восстановление безопасности и территориальной целостности. Мы это делаем. Делаем вместе с вами, с вашей помощью. Четвертый пункт – гарантии безопасности. Мы нуждаемся в гарантиях безопасности до того, как вступим в НАТО и на этом пути. И мы это сделаем. Сделаем вместе с вами. Наши предложения по гарантиям безопасности представлены партнером. Пятое – решительность. За 225 дней полномасштабной войны мы уже показали, что Европа может влиять на вопросы войны и мира. Но теперь все вместе мы должны сделать так, чтобы формула войны была полностью заблокирована, а формула мира полностью реализована. Сегодня Россия нанесла очередные удары с воздуха по украинским городам. Снова применила иранские беспилотники. Ежедневно, кстати, их применяет, пока Иран ежедневно рассказывает, что их вроде бы здесь нет. И снова ударила ракетами. К сожалению, снова есть и жертвы. Погибшие и раненые люди, сожженные дома. В Запорожье после первого ракетного удара сегодня, когда люди пришли, чтобы разобрать завалы, Россия нанесла второй ракетный удар. Абсолютная подлость, абсолютное зло. Тысячи проявлений такого зла уже были. Тысячи еще, к сожалению, могут быть. Но будет и день, когда российское зло проиграет. Это будет тот день, когда наша формула мира победит. Когда мы с вами используем в полную силу все возможности нашего единства. Здесь и сейчас я призываю вас принять базовое решение. Решение о смысле для этого нашего сообщества, для этого нашего формата. Мы, лидеры Европы, можем стать лидерами мира. Наше европейское политическое сообщество может стать европейским сообществом мира. Так что давайте это сделаем. И пусть и сегодняшний день станет начальной точкой. Точкой, которой Европа и весь свободный мир пройдут гарантированному миру для всех нас. Это возможно. Конечно. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за поддержку. Слава Украине.